Бывает так, что функционал флагманского аудиоинтерфейса керещур обилен. Но не нужно нам всё это в работе обычной домашней студии, не хотим мы, например, за это переплачивать. С другой стороны, смотришь на версию помладше и понимаешь, что уж слишком большой какой-то разрыв между ними двумя. В этом ролике я предлагаю вам посмотреть на Audient ID 24. Не флагман, но при этом и не самая младшая модель. Возможно, то самое потерянное звено цепочки, которое вы всё это время искали для себя. Друзья, здравствуйте! И добро пожаловать на канал Давай Запишем, здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Обзоры на линейку MK2 от Audient вы без проблем сможете найти на нашем канале. К слову, несмотря на отсутствие такой же приписки у ID 24, это всё равно достаточно свежее устройство, появившееся лишь с приходом второй ревизии всех остальных аудиоинтерфейсов линейки ID. То есть логично, что и вся начинка будет находиться на соответствующем уровне. Давайте разберёмся с органами коммутации, управлением и так далее. Ну прежде всего, это аудиоинтерфейс формата 10 входов и 14 выходов. Изначально в аналоге мы с вами получаем два входа. Вы видите сверху корпус управления этими двумя каналами. Есть два усилителя, микрофонных предусилителей. Причём, заметьте, что это предусилители А-класса. Как и большая часть того, что мы найдём под капотом, здесь эти предусилители перекочевали напрямую с студийных консолей Audient, что показательно. 58 децибел каждый такой предусилитель нам даст максимальное положение. Есть фантомное питание, так что эти два канала аналоговых мы можем использовать как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами. Ко всему прочему, каждый канал у нас оборудован комбинированным разъёмом, то есть сюда мы можем подключить что-то в линию с помощью TS-TRS соединения. Ну и на один из каналов мы можем записать инструмент также напрямую в линию, потому что если обратить своё внимание на переднюю часть этого аудиоинтерфейса, мы найдём разъём на пылевых транзисторах, чтобы можно было подключить сюда гитару, бас или акустику с пьезой и записать прямо напрямую в дальнейшем, возможно, обработав как-то плагинами. Давайте разберёмся с тем, что осталось у нас по входу. Мы видим атсенюатор на 10 дБ, подушка есть как на канале 1, так и на канале 2. Есть обрезной фильтр, с помощью которого мы можем срезать ненужную низкочастотную составляющую. Что ещё сразу же бросается в глаза? Это индикация. Например, сейчас играет индикация мастера, она на 8 секций, достаточно большая, это здорово. Индикация работы по USB, аудиоинтерфейс у нас подключен к ноутбуку, и он прекрасно работает по USB. Кстати, питается он тоже по USB-шине. Есть главная ручка, которая на самом деле многофункциональная, она отвечает и за регулировку усиления главного. Плюс здесь имеется функционал scroll control, когда мы нажимаем кнопочку ID и начинаем вращать вот эту ручку, при этом мы можем пользоваться вот этими вращениями, как колёсиком от мышки. Мы можем вращать сайты вниз-вверх, мы можем, например, менять какие-то функции. Ну вот в контрольной панели, допустим, можно изменять, куда именно пойдёт у нас фейдер с помощью этой ручки. Вспомогательные функции мониторные, они вынесены прямо сюда. Есть функция диммирования, это фиксированное ослабление громкости у вас на мониторах. Кстати, по выходам здесь мы имеем сразу четыре разъёма, то есть можно две пары мониторов подключить сразу из коробки, это очень удобно. Есть функция cut, она у нас полностью перекрывает звук, идущий на мониторы, оставляет звук только в наушниках. Это будет полезно, если вы и записываетесь, и сводите в одном и том же помещении, чтобы постоянно не перетыкаться, не выключать мониторы. Просто нажимаем одну кнопку и начинаем работать. Три кнопки, которые можно программировать. То, что на них можно задать, мы с вами увидим в контрольной панели, когда мы до неё доберёмся. И наушники. Здесь, во-первых, есть регулятор для наушников. Спереди корпуса дан двойной разъём на большой и на маленький джек. Это вывод для одного мониторного микса. И опять же, стоит упомянуть, что выход для наушников здесь достаточно громкий, 64 Ом. Спокойно этот усилитель раскачал, и мне не показалось, что громкости было маловато. Фишка, о которой стоит упомянуть, и здесь мы снова должны вернуться к каналам по входу. Здесь имеются разрывы. Рядом с комбинированными входами вы видите как разъём посыла, так и разъём возврата на большом джеке. Что они делают? Эти разъёмы позволяют нам как бы уже внутрь, внутрь этого аудиоинтерфейса встраивать какие-то другие устройства. Возможно, у вас есть обработка процессора эффектов, который вас более чем устраивает своим звуком. Например, у вас есть дикторский микрофон, и звучание вот с этим процессором, с этим channel strip, например, рековым, вы особенно любите. И хотите перенести это звучание с использованием этого аудиоинтерфейса? Пожалуйста, с посыла вы подключаетесь к входу процессора, который вам нужен, а с выхода процессора уже тянете провод на return, то есть на возврат, и таким образом этот процессор встраивается внутрь схемы ID24. И стоит упомянуть, естественно, что подобный функционал есть как на канале номер один, так и на канале номер два. Профессиональная функция это word clock синхронизация. Если у вас в студии живет достаточно большое количество устройств, которые работают по цифре, чтобы они не запутались, чтобы они всегда знали, на какой частоте дискретизации им следует работать, пожалуйста, пользуйтесь. Тоже очень интересное решение. И оптика. То, о чём действительно стоит упомянуть, и это как раз небольшая такая фишечка, которая нам даёт как 8 каналов на вход, так и, как я уже вам сказал, в начале 14 каналов на выход через оптику. Дополнительные недостающие каналы мы можем себе получить, потому что она работает в режиме ADAT, можно докупить внешний многоканальный микрофон и предусилитель, воспользоваться как штатным SP8 от Audient, так и, например, если у вас не хватает бюджета, сэкономить и взять что-то вроде ADA8200 от Behringer. Это ни в коем случае не реклама, потому что, я повторюсь, этим предусилителем пользовался лично я, преампы от Midas я заценил, и в целом все мои задачи этот пред внешний полностью перекрывал. Ну и опять же, здесь есть разъём на выход, то есть мы с помощью того же самого ADA8200, потому что в нём есть как разъёмы на вход, так и разъёмы на выход. Можем добавить дополнительные миксы на выход, дополнительные разъёмы на выход, чтобы маршрутизировать, например, мониторинг для ваших артистов, если вы используете этот аудиоинтерфейс у себя на студии. Хоть это и не значится в названии, здесь мы имеем дело с обновлённой версией аудиоинтерфейса. Это проявляется как в дымчато-сером цвете, присущем всем ID MK2, так и во внутренностях. Если о предусилителях мы уже с вами успели поговорить, то давайте рассмотрим преобразователи. Итак, здесь они 32-битные, это нам сигнализирует о достаточно широком динамическом диапазоне, будет слышно каждый нюанс. Динамический диапазон цифры аналогового преобразователя 126 дБ, динамический диапазон аналого-цифрового преобразователя 122 дБ. Коэффициент нелинейных искажений при этом составляет 0,015 при записи микрофона. И только вдумайтесь в эти цифры, это действительно очень и очень мало искажений. По более привычным нам всем характеристикам. Здесь мы имеем 24 бита на 96 килогерц, этих цифр более чем достаточно даже для профессиональной студийной работы. Если нас смотрит кто-то из секты 192 килогерцовых поклонников, то обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Желательно с конструктивом, опять же. Когда мы записываем музыкантов, особенно если речь идёт о многолюдном коллективе, хороший мониторинг становится очень важным пунктом. Когда мы записываем группу, каждый исполнитель должен иметь возможность отчётливо слышать свой микс. Аппаратный мониторинг без какой-либо задержки мы с вами подробнее рассмотрим в контрольной панели, с помощью которой можно управлять маршрутизацией и микшированием сигналов в этом аудиоинтерфейсе. Но тот же программный мониторинг, ICO-мониторинг из рабочей станции, когда нам нужна обработка наших любимых VST-шек в реальном времени, его ещё никто не отменял. Здесь давайте обратим своё внимание на ICO-задержку устройства. Именно она и есть ключевой фактор, влияющий на комфорт во время записи с использованием плагинов в реальном времени. Поговорим о поддерживающихся устройствах. Это Mac, а также PC, как в нашем случае. В ролике мы пользуемся ноутбуком, и как раз-таки весь ролик это один большой тест, мы используем петличку вместе с этим аудиоинтерфейсом. ICO-драйвер для работы с рабочей станцией, как и контрольная панель, спокойно скачивается с официального сайта. Давайте взглянем на управление с ПК, потому что часть функционала живёт исключительно там. Мы с вами видим микшер, в котором мы можем создавать независимые миксы, идущие у нас на выходы звуковой карты. Обратите внимание, что помимо главного микса, который пойдёт к вам на монитор, есть и вспомогательный Stereo-Cue миксы в количестве двух штук. Каждый такой микс может собираться индивидуально, при этом работать параллельно с остальными, и, к примеру, ваши музыканты смогут получить два независимых друг от друга сигнала. С учётом потребностей каждого из артистов, разумеется. В студийной работе есть довольно распространённая практика использования сразу нескольких пар мониторинга. Основной и щит-контроль, ну дополнительная пара либо одиночный кубик, стоящий по центру. Как раз для таких случаев есть возможность моментального переключения между двумя выходами на карте. В ту же копилочку летят и мониторные функции. Суммирование в моно, фиксированное ослабление сигнала для сведения на различных громкостях, а также мьют ваших колонок, о котором мы уже с вами говорили. Остаётся только сигнал в наушниках для комфортных записей, не отходя от рабочего места. Естественно, если вы пишетесь и сводитесь в одном помещении. Вспомогательные функции можно назначать на пользовательские F-кнопки на корпусе, именно так это и происходит, давайте посмотрим. Теперь переключение между двумя парами мониторов или суммирование в моно для проверки на фазовые какие-то проблемы можно делать одним нажатием любой F-кнопки, которую мы с вами запрограммировали. В качестве микрофона для связи с музыкантом токбэк микрофона мы можем назначить абсолютно любой канал на устройстве или использовать встроенный в ноутбук микрофон, если вы сидите на ноутбуке. В контрольной панели имеется отдельная вкладка с роутингом маршрутизации. Здесь каждой шине, в том числе и мастеру, мы можем задать физический канал на выход. Стоит ли говорить, что при подключении дополнительных выходов по оптике всё то же самое можно проделать и с ними. Весь наруленный результат сохраняется для режима Standalone. Таким образом, ID24 можно использовать в качестве многоканального микрофонного предусилителя на выездном мероприятии. В завершении пару слов о функции Loopback, ведь это ещё одна особенность линейки ID. Поможет такая функция не только с записью, но и с трансляцией звука, происходящего у вас в системе. Например, трансляция звука видеоигр, которые у вас запущены на компьютере. Настало время тестов. Давайте испытаем этот аудиоинтерфейс в полевой работе, подключим сюда двух музыкантов, ну как два микрофона, которыми снимем музыкантов. И запишем, а после этого немножечко подсведем и послушаем получившийся результат. Чтобы ты ответила «Да». В глубине его глаз горит закат, в пепле ласковых слов гипноз. За тобой по пятам бежит тоска, ты идёшь стропой своих слёз. Только шёлковое сердце, шёлковое сердце не плает и не болит. Только шёлковое сердце, шёлковое сердце никогда не будет любить. Только шёлковое сердце, шёлковое сердце не плает и не болит. Только шёлковое сердце, шёлковое сердце никогда не будет любить. Никогда... Бонусы, бесплатные плюшки, которые идут в комплекте. Это различные подарочные, программные обеспечения, продукты от Steinberg, LE, Cubase и Cubase для iOS. Различные плагины, виртуальные инструменты. Мы с вами всё это любим, как всегда. Опять же, чем примечательны именно ID24 по сравнению, к примеру, с ID44? Здесь мы получаем схожий функционал с меньшим количеством каналов. И если вам вот это избыточное количество каналов не нужно, если вам 4 оптических разъема сзади не нужно, зачем переплачивать? Возьмите ID24. Это прекрасное решение, потому что я про это уже говорил, и я скажу про это ещё раз. Я искренне считаю, что в своём ценовом сегменте ID от Audient держат марку. Они по соотношению цена-качество, в принципе, находятся впереди планеты всей. Кто бы что ни говорил, моё мнение таково. Так что смотрите под свои задачи. Если вам нужно совсем малое количество каналов, возьмите младшую версию, благо они все уже обновились и все уже есть в обновлённой ревизии. Если вам нужны устройства под студийные нужды с развитыми возможностями, с большим количеством входов и выходов, возьмите ID24 или ID44, если уж ваши запросы совсем высоки. В любом случае, в этой линейке я полностью уверен, что вы найдёте то, что вам нужно. Опять же, не стоит тот факт забывать, что здесь использованы компоненты, которые сняты напрямую со студийных консолей Audient, и это влияет на звук. А вот как я бы хотел услышать от вас в комментариях? Как вам сегодняшний обзор? Как вам сегодняшнее устройство? Как вам наш сегодняшний тест? Обо всём этом, пожалуйста, напишите внизу. Не забудьте отблагодарить нас лайком, не забудьте подписаться, если вы здесь не так давно. Я напоминаю, что это канал Давай Запишем, и здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Ну и штатно напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях, все ссылки прямо сейчас вы можете видеть у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике! В этом ролике я предлагаю нам посмотреть на Audient. Предлагаю нам, предлагаю вам, предлагаю нам посмотреть как-то странно. Так. Бестопа, да? Прям сюда. Вот так. Ну вот так, вот так.